В этом году наш край отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На территорию Славянского района гитлеровские войска вступили 11 августа 1942 года, а уже 13 августа было расстреляно более 50 мирных жителей. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с очевидцами тех страшных событий и из первых уст узнать о зверствах немецких оккупантов. Каждый год в начале августа в парке 40-летия Победы у мемориала славянцам, расстрелянным в годы фашистской оккупации, проходит митинг. Организуют его активисты Ферросийского общества охраны памятников истории и культуры. Именно по инициативе председателя общества Нелли Титовой останки мирных жителей, расстрелянных в далеком 1942 году на берегу реки Протоки, были перенесены в центр города. Вот эта могила, где расстреляли за городом, за железной дорогой далеко, и в то время там подступала подпочвенная вода. И решила вопрос, тогда еще горосполком был, чтобы перенести останки вот сюда, на почетное место. И в 1972 году вскрывали могилу ту ночью, ночью под прожекторы, воинская часть была, прожекторы освещали и ночью вскрывали вот эту могилу и укладывали останки в урны. А потом перенесли сюда, сразу перевезли, и на второй день это было открытие вот этой могилы, здесь перезахоронение было. И вот с тех пор ежегодно мы, наше поколение, приходим сюда и отмечаем этот день, травмный день. В числе приглашенных на митинг, дети и родственники расстрелянных мирных жителей во время немецкой оккупации. У труженика тыла, Александра Рачко, в этой братской могиле покоится отец его жены, Леонтий Прокопьевич Белоножко. Когда расстреляли отца, будущей супруге, Александра Яковлевича, было всего 11 лет. Одного немца тут убили в Славянске, а Гитлер написал, за каждого немца 50 человек расстрелять. Вот построили, сказали, рассчитайтесь, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, рассчитались, ну, каждой пятой, три шага вперед. Значит, этих на расстрел. Отдельно их построили, поставили охрану и поверили за город туда. За город привели, там, ну, заставили яму копать, для себя, копали, забили. Они еще кто-то копал, вот. А потом расстреляли. В расстрельный список тогда попал и отец Рафаэля Акопяна. Сейчас он живет в Краснодаре, но каждый год в августе приезжает сюда, чтобы вспомнить и почтить память погибших. Мне было 6 лет. Мать пришла и говорит, сегодня будут расстреливать отца. И повела к речке. Значит, протекала речка. На одной стороне они все стояли в ряд. А на второй мы все родственники, братья, сестры, матеря. Когда их расстреляли, расстреливали с автоматов, доходило, были люди. Это запечатлелось, ну, как вот, не знаю, как назвать вам. До сегодняшнего дня, как вроде прямо при мне это было. Один мужчина, красивая такая шевелюра была у него. Он схватил и начал волосы рвать с головы. Ну, все были, ну, что такое, отцу было моему 27 лет. Примерно все такого возраста были. Мужчина, который во время расстрела рвал на себе волосы, и так запомнился маленькому Рафаэлю на всю жизнь, свекор Джульетты Вартаньян. Он оплакивал расстрелянного брата Сергея, который поменялся с ним местами. В этой братской могиле похоронен родной брат моего свекора, Варданян Сергей Аганесович. В тот день и час, когда забирали заложников, забрали моего свекора. А его меньший родной брат поменялся с ним. Значит, трое детей на тот момент у моего свекора, было трое детей. Он умолительно брат за брата. Это же редкость такая. Вот такой вот преданный, любящий, верный брат спас отца своим племянником. И они по сей день, мы по сей день все очень и благодарны, и помним, и не забываем. И живем с чувством долга и благодарения. Каждая история – это трагическая страница в жизни не только конкретной семьи, но и всех жителей нашей страны. Война никого не обошла стороной, оставив после себя десятилетиями незаживающие раны. Дети, выросшие без отцов и по прошествии 76 лет, с горечью вспоминают свое детство, опаленное войной. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся и когда-нибудь помолятся дети за нас. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».